всем привет у нас сейчас вечер хотела показать чем я занималась вот это только кучка это моя это моя еще в машине и вот так учат тоже моя привезенная раньше когда-то уже вам показывала видео видите помидоры люди привезли какие-то ветки бревна ветки короче у меня сегодня чистый четверг вот это все я вырубывала не я не рубала выпиливала вырывала короче делала порядок дома вот чем я сегодня занималась какой красивый нас закат так мне понравилось и целый день не снимала сейчас уже сниму в общем хранила хранила свой трачок никогда сюда ни грязи не сыпала ничего пришел его черед все поехали домой а не сейчас завезу свои крови и таблетки вот тоже мужик пришел назад сдает и выгружает вот такую кучу я выгрузила хорошо что есть такое было бы еще мусорка такая что можно было скидывать по даже из-за деньги а так некуда такие как дрова скинуть или доски или мусор какой-то строительный хотя бы для зеленого есть ой как красиво поехали жил у нас квартирант на той неделе расскажу историю и говорит после четырех дней четыре ночи он поспал у нас уехал американцы его видела магазин но не признавала что это я как бы не знаю обычно холст они встречаются с гостями ну может надо было привет сказать на этом как всегда в рабочей форме все такое но не суть а только потом пишет типа спасибо за то что приняли очень было приятно вот если что я остановлюсь у вас всегда если буду здесь работать здесь они заправку делали и она слушаю нос и город вообще говорит пустой не пустой говорит никакого интереса никакого акшена никаких событий говорит там только что-то пишет пишет опять вот это говорит за все время которое я увидел события присылают фотографии у нас там возле дома две девочки двойняшки живут и одна лежит на полу на асфальте перед гаражом я подъехал к ней говорю можете плохо на артне все нормально другой мужик подъехал говорит и плохо говорит мне все нормально девчата любят чудит там две двойняшки это все что я видел говорит интересно потом они еще возле доллар дженерал горит магазина там какие-то люди горят странные по ночам же горит какие-то скетчи такие подозрительные я говорю слушаем вот видишь в оружие одно увидел что-то второе видео если присмотреться то у нас тоже интересно говорю я в больнице работаю это немножко больше интереснее вижу людей какие они бывают и всякие их не приколы вот те люди которые с больших городов у них вообще удивляет как мы живем в этом городе и вообще все так тихо и спокойно ничего себе тихо и спокойно даже поезд у нас ходит увидите переезжаю вот этот парк ветеранский пожарка наша и дом моей свекрови здесь тоже помидоры сегодня убирали уже цветочки поливали травку вырывали уже все отошло практически кто помнит когда я садила эти цветы вот калачки еще растет и вот эти уже хотела вырвать уже все уже сказал буду вырывать все ну куда вырывать такую красоту если она цветет короче еще не вырывал поливаем и хорошо так с крыши капает домашний цвет еще неделька обещают тепло а потом уже будет холодно и здесь вот я поливала цвет из крыши капает в эти ведра вот видите все кто наблюдал за наблюдает наблюдал за нашим видео видите тут огород такой это короче старый холодильник перевернули подтянули такой вот насыпали стружки этой такой опилок короче а потом земли а потом навоза но видите земля и вымылась вот сюда за все лето вымылась и с помидорами на корнях она ушла так что огород такой повыше сделала мам сделали маме свекрови чтобы не нагинаться не наклоняться короче тут были сперва лук был зеленый потом огурчики привелись вот так вот свисали а потом уже помидоры садила сливку но почему-то мне не понравилось в следующем году буду обычные помидоры садить а здесь горшочки урожай собирали этого укропа я посеяла вот наш резервуар воды люблю елки это тот магазин доллар дженнерал за который говорил этот квартирант который у меня жил тут странные люди не знаю нас просто такой контингент у нас люди фермера люди простые это не город как говорится большая цивилизация люди простые рабочие бедные вот кстати здание продается все они чистят чистят выгребают раньше было этот раньше был боулинг играли боулинг здесь мой какой красивый закат сейчас он продают наверное все там разгромили внутри это же не знаю сколько но то я думаю что не дешево больше ста тысяч это же надо придумать какой бизнес здесь открыть короче у меня квартиран забыл две кепки и он сказал я буду еще в конце недели ночевать но так он и приехал ратьяне приехал естественно можно мой сотрудник заберет то пожалуйста мне пришлось подъехать а вот у нас ландромат ландромат нас на сэйл ландромат это там где одежда стирается и сушится то кстати хороший бизнес но она тоже дорого продает его но я скажу хороший бизнес приходит моя сестра не приходит рассказывает ты представляешь сестра инлах это это сестра сестра мужа ты представляешь прихожу в этот ландромат открываю эту дверьку а там говорит какашка лежит этот насрал туда там туалета нет вообще обычно в ландроматах туалет есть потому что люди сидят ждут кстати наш музей пока она все высохнет пока она постирается это я вас вожу по уличкам нашего города вот и туалета нет фото взял решил решил насрать в этот стиральную машину короче люди с приколами бывают сегодня вчера на колесах и сегодня на колесах завтра но сегодня не так на колесах сегодня я убираю зелень 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 вот туньки как красиво у нас тоже может быть когда-то будут будет такой забор так сейчас еще заеду в эту квартиру двухкомнатную сегодня наконец-то забрала шторы не штора тюль я вам говорила у меня тюль и нет на окно и не могу купить гардину которая с распоркой потому что у нас магазине ясно манда одна есть друга не это мне нужна пара в общем подшили мне шторы подшили мне шторы и я их кинула стирать сейчас надо вытащить сушки шторки вытащила перед так жалко столько много макулатуры ну или которая может быть кому-то и нужна это все реклама бесплатно рекламу раз в месяц и распихают в почтовые ящики нас так тихо приятно в городе только поезд гудит машин есть это я вам немножко немножко опять же снова экскурсию по нашему городу вот этот дом продается справа кофейный уже давно никак он не может продаться вот такой понтон лодочка ведь они от такого движения там же люди движение какое-то движение уже по домам уже отдыхают там центре города может быть какое-то движение есть в ресторанах каких-то забегаловках вот я кстати еще даже честно говоря не во всех районах было нашего города людей какая клумбочка вот открою окно сверчки и сверчат вот эта церковь какая-то я даже не знаю какая-то американская церковь вот здесь вот этот дом это не частный дом это ну как он частный дом на только здесь четыре апартмента встает один американец дэвид его зовут на секретарь говорит давид магазин держит там каких таких домашних товаров и вот это вот железная дорога которую мы переезжаем церковь ушка мне так нравится этот церковь она внутри красивая и кстати у меня если посмотрите короткое видео шортс то там этот церковь изнутри короткое видео я сняла а вот справа вот апартменты я уже тоже наверное снимала это для сеньоров помидоров и тех кто по доходам такие то больные немножко есть инвалидностью люди такие как программные апартменты этот мужик всегда выращивает большие подсолнухи а я еду на тот дом который вот сайдинг там делается который вы уже видели не раз кто подписан на канал кто не подписан подписывайтесь и надо мусорку вывести я не знаю мой муж вывез мусорку или нет вот эта школа старших классов я уже вам ее как-то показываю вот у нас в разные дни вывозят разные компании мусор у нас например дома вывозят в понедельник а здесь вывозят у нас другая компания на двух домах у нас вывозят в пятницу короче надо не забыть чтобы вывести мусор ой 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 что-то у меня машина сегодня брыкается наконец-то я думаю что взяла эти ключи не знаю и рекламка валяется а это надо голосовать эти цветы еще живые тарахтят эти ключи я сейчас вам покажу надо было конечно снять до как оно было до я не сняла ну уже ладно как есть как было хотя хотя ведь хищник короче убрала и некоторые свои помидоры брала помидоры черри это племянник моего мужа выращивает лимон семечки это говорит с апреля месяца рида мне горшки я рассажу но это неделька еще тепло на следующий же надо будет занести большие помидоры не стала я срывать потому что они еще немножко спеют видите пока вырывала трогала не падают они сильно налились водой это моя мята здесь помидоры черри убрала видите огурцов уже нет уже огурцы отошли и короче вот тот угол я убирала вот тут угол потому что там еще и помидором подавлюсь потому что там уже было ой-ой-ой кино гнездо а какой красивый закат мужу конечно наверно не очень понравилось потому что она говорит ой то дерево хотя бы мне прикрывала тот сарай ну ничего немножко прикрывает увидите все ветки по обрезала потому что надо был доступ к этим бревнам их надо опиливать опиливать пилять короче у котяра я некоторые сюда подтаскивал куры стоят ждут что вы идете вам сегодня целый день травы рвал зерна давал макароны давай вот это тут было вот представьте я загрузила полностью машину представьте какая здесь трава была выше меня было это же вот это ветки росли их полностью было вокруг этого дерева полностью были джунгли то такая трава вырывается вручную вот это все порядок навела я не могу закат красив ведь аврела туйки у меня говорю может уже той как меня подросли тоже вырастут забором теперь красиво хотя бы еще попилять надо вот такое у нас хозяйство это я сегодня у них уже почистила увезла ветки сухие которые они по обгрызали выйти зерно лежит они зажрались не хотят зерна шо у вас головы полные вынаевшиеся кстати эту ночь две молодые муж говорит она где-то молодая бегать они мы все на месте что-то я думала что я правильно посчитала короче утром говорит появилась на дровах спала потом племянник его говорит слушай еще одна бегает короче как коты еще или лисы не сожрали их приятный такой вечер ветерок сейчас надо у курей проверить яйца вчера 14 штук нанесли один раз у меня у меня 16 не шушек не сушек и только один раз два яйца и только один раз они мне нанесли 16 штук а сейчас они несут 12 9 вчера было 14 так что тут нет что-то там что-то нет странно а тут тут вот сколько три штуки ведь какой-то у них бойкот вот у него бойкот вот у нас такая кормушка папа сделал мой когда делал этот сарай с мамой я насыпаю сюда зерна и не сишу утром встают голодные то им уже есть что кушать ставлю сюда ящик потому что крисик куры забегают начинают сразу выбегать наружу я за ними не успеваю короче сегодня только 5-7 яиц ну что сделаешь раз на раз не приходится у меня уже зерно заканчивается почти в этот раз хочу поехать на другое место купить зерно вот у меня вот такой вот разная сечка у у нас в городе тоже зерно продаются но не магазине я покупаю почти бывает 14 долларов 15 долларов мешок а мне там говорит ты что-то покупать там по 9 чем я говорю я думаю там на развес с бочками нет мешках тоже да я думаю что уже на следующей неделе проскочу туда и посмотрю что там за эти как в подол сейчас яйца соберу как раньше в общем проскочу туда и если получится его видео сниму покажу яйца положим проскочу и посмотрю что ж там за зерно я можно и крупная кукуруза но я что-то крупной кукурузой не хочу кормить 1 2 3 4 5 я помню детстве так яйца забирала какой прекрасный вечер это сирень у нас почему-то пожелтела листья опали она взяла и отбила новые листья я думала она пропала смотрите почки как будто весной или она здесь переболела или что может быть из-за соседской травы они раз в году рассыпают всякую траву при их приезжают организации рассыпать какая красивая луна может быть на нее и попал и на те сиреньки тоже может быть попал а потом у меня здесь еще ой где-то переломилась леньки идти далеко где-то штамма на переломилась вот хотела показать что у меня здесь еще растет перцовая мята перцовая мята которую я еще хочу раз собрать и посушить и последнее то что я вам показывала видео какая четкость плохая ночь цветочки такие два фонарика и цветочки всем привет уже вечер еще раз привет говорит добрый вечер хотела вам под конец дня моего рабочего показать домашнего рабочего что я заказала я думаю что многие уже видели я не знаю как других странах очень популярная фирма тему я с него никогда не заказывала но я заказала что-то но даже не думайте это не одежда это не платье как некоторые заказывают а вот это я заказала с этого стик тока какой открыть первых давайте вот этот я надеюсь что я сдавать не буду потому что это не одежда я обычно не обычно не везет с одеждой я надеюсь что с этим хоть повезет это стоило девять чем-то или восемь чем-то долларов короче это все фирме этого с китая потому так дешево ну довольно таки быстро идет сколько неделю наверно да 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 что это это силикон куки не тянь сус силиконовая кухонные эти принадлежности я я предполагаю что он очень хорошего качества ну сейчас посмотрим так это или нет там были разного цвета розовый, там не было черного. О, дырочка идет. Идет вот такой стаканчик. Ну, он, конечно, легкий. Ведерко такое. Обычно потяжелее, чтобы оно не падало. Так, и сколько тут пишется, я не помню. Ну, короче, много. Что у нас идет в этом силиконовом наборе? Лопатка. Ручка деревянная, лакированная. Видите? Лопатка. Следующее. Венчик. Неплохой, приятный такой на ощупь. Венчик. Аполлоник. Говорят, силиконовый хорош. Он тут он тугой, а не полностью силиконный. Вот силикон, а там тугой. Вот, можно вешать тоже. Так. Кисточка. Довольно-таки длинная кисточка, палочка. Очень удобная, мне кажется. Вот. Так. Такие прихватки для салата. Или что-то брать. А бывает на сковородке, если что-то нужно перевернуть, беру вот так раз и переворачиваю. Так. Довольно-таки много принадлежностей. Вот это для макарон. Ну, сразу видно, что Китай. Ну, как, все в Китае сделано. Просто это не такого большого качества. Лопаточка неплохая. Ну, кстати, силикон хороший. Мне так нравится, когда мешаешь сковородку с силиконом или мисочку. Все можно в вышкрепке хорошо. Смотрите, она уже падает. То, о чем я говорила, что что это ненадежная штука. В общем, будем рядом ложить. Вот такая ложка с дырочками. Кому нужно три пельменя выловить. Вот такая ложка. Куда это ведерко точно не подходит. И вот такая лопаточка силиконовая. Я не знаю, какие они будут практичны в употреблении. Тоже, конечно, возвращать не буду, потому что я знаю, что это Китай. В принципе, симпатичные, неплохие. А у меня еще одна. Вот эта вот лопаточка. Видите, это хорошее, когда тесто вышкребать с миски. Итого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Вау! Одиннадцать и двенадцатая коробка. Естественно, она будет падать. Так что нужно керамическое. Ничего симпатичного. Не нравится. Я думаю, что на новую кухню будет что надо. Так. Это первая коробочка. И теперь вторая. Вторая. Хоть бы его не порезать. Я не знаю, я так боюсь, потому что это такое, что можно порезать. А если порежешь, уже все. уже суть этого заказа испортится. я, кстати, увидела, как одна женщина, я говорила, это не одежда, но это одевается, кстати. Я видела, как одна женщина на на Тик-Токе одевала этот костюм. Это костюм, я уже призналась вам. Такое смешное видео, я говорю, я сама смеялась. Но я сейчас одевать его не буду, а когда одену, тогда вам покажу. Это, может быть, не скоро будет. Смотрите. прикольно. Вот такой костюм. Видно, тут розетка есть или нет? Сейчас я посмотрю. Я не буду его полностью вытаскивать. Ага, тут USB, наверное, подключается. А, тут батарейки, наверное, чтобы оно подкачивалось. Я не знаю, что. Наверное, с этим ходить надо. Короче, надувной костюм, да. Вот батарейки. Надувной костюм. Но я сейчас его открывать не буду, смотреть не буду. А когда придет время или повод одеть, то тогда я его и примерю, и вам покажу. Но это должно быть очень смешно. Я такие приколы люблю. У меня есть племянники. Я всегда люблю с ними подсидеть. Они, правда, в Калифорнии. Видите? Ногами идешь, как будто ты на петухе едешь. Вот так. Короче, вот такие у меня распаковки две сегодня. Спасибо всем за просмотр. Спасибо, что подписались. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь. Ставьте лайк. Делитесь с другими. Это такой шурдоперевод. Мне всегда интересно, когда вы со мной общаетесь или рассказываете за мой канал другим и люди тоже подписываются под меня. Так что добро пожаловать. Ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok